Так, и что? Хорошая затылка. Вот это одежда моя, светлый лифт. Там макушка видна моя. Ребят, ну что ли? Ну вот. Итак, мы... Доминирует надо мной сидеть. Я тут как этот... Не родственник. Нет, нет. Итак, давайте начинать. Сегодня у нас очень гость интересный. Пожалуйста, напишите в чат, видно ли нас, слышно, есть ли звук. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто с нами. У нас 77 уже участников, остальные включаются. Очень много ребят из Москвы. Так, все ставят плюс. Замечательно. Итак, давайте начинать. Не будем тогда затягивать. Сегодня очень актуальная тема. Сегодня у нас гость очень квалифицирован, самое главное, очень опытный. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы. Сегодня у нас в гостях первый заместитель Комитета по образованию и науке Государственной Думы. А также академик Российской Академии Наук Геннадий Григорьевич Онищенко. Поэтому сегодня он с нами на видеосвязи. Сегодня мы обсуждаем очень актуальную тему для всех. Это коронавирус. Поэтому мы подготовили презентацию. И Геннадий Григорьевич сегодня вам об этом расскажет. Итак, давайте начинать. Вам слава. Ничего себе, мы подготовили. Я подготовил. Вы подготовили. Добрый день. Добрый вечер, уважаемые друзья. Давайте мы действительно начнем. Вы меня извините за, может, излишнюю специальность, текст, который будет. Но я буду говорить на русском языке. Понятном русском языке. Смотрите, что такое коронавирус? Это не какая-то там фатальная, откуда-то неизвестно взявшаяся и совершенно случайная вещь. Это, в общем-то, обычный процесс межвидовой борьбы. В данном случае между человеком и микромиром. Коронавирус нам известен давно. Мы его знаем с 1965 года. И давно описали его. И у нас где-то порядка четырех десятков штаммов есть в коллекциях, в специальных институтах. Но вот периодически, кстати, это его седьмой заход на человеческую популяцию, то есть он уже примирялся к нашему виду жизни на Земле, к человеку я имею в виду. Только в этом двадцать первом веке, в третьем тысячелетии, он уже третий раз с нами. Первый раз это в 2002 году. Он тогда назывался Сарсом. Потом он назывался дальневосточным синдромом. И вот сейчас Мерс. Мерсом назывался, и сейчас он уже Ковин-19. Итак, это третий его заход. Как он себя вел? Смотрите, тяжелый острореспираторный синдром. Тоже начинался с Китая. Кстати, коронавирус – это природно-очаговая инфекция. Что такое природно-очаговая? Это значит, есть природный резервуар, он живет в каких-то животных, которые живут в определенном месте. И поэтому есть четкая привязка к географии. Кстати, накануне в 2019 году наши китайские коллеги-ученые описали природную очаговость этой инфекции, как будто предчувствовали вот эту ситуацию. И вот посмотрите, во втором году возбудитель Сарс – тяжелый острореспираторный синдром. Он тогда заболел 8 437, и 813 человек умерло. Вот тогда он ввел себя достаточно скромно. Следующий – МЭРС. Это уже Саудовская Аравия, то есть Ближневосточный. Синдром он продолжался у нас с 12-го. И вот до сих пор, до 2018 года, зарегистрировано 2248 лабораторных подтвержденных случаев. Но тут смертность составляет 35%. Это, в общем-то, серьезно. Но, с одной стороны, он очень агрессивен, но мало контагиозен. То есть он на человеческую популяцию так все-таки и не зашел. Вот как у нас, допустим, это сделал грипп. Грипп каждый год, он к нам приходит, забирает миллионы жизней, вернее, миллионы человек заболевает. Вот за последние, например, где-то несколько десятков лет, это примерно по 300 миллионов заболевших каждый год и где-то 900 тысяч умерших. Это каждый год грипп к нам приходит такой. А вот коронавирус, внутриклеточный, РНК-овый вирус, он… Так вот, как он начался, смотрите. На самом деле, вот мы говорим, Китай, Китай, весь Китай, ничего подобного, весь Китай не болел. Болела одна провинция Хубэй. Это вот четкая привязка конкретной местности. Хубэй – это где-то на 30 миллионов небольшая провинция Китая. По нашим меркам, это огромная территория и огромное количество. У нас за Уральским хребтом до Берингового пролива живет меньше населения, чем в этой маленькой провинции Китая. На этой территории находится город Ухань. И вот в этой 30-миллионной провинции разыгралась вся драма. То есть вирус перешел с перепончатокрылых, то есть с летучих мышей, на человеческую популяцию. И на сегодняшний день в Китае заболело 82 545, вы видите, случаев. И подавляющее большинство – это была провинция Хубэй. Где-то порядка, ну где-то более 80% случаев были в этой провинции. И все 20 тысяч остальных, которые были на остальной территории Китая, а на остальной территории Китая живет полтора миллиарда населения, они были просто выносами из этой провинции. Понимаете? Поэтому что происходило? Вот тут вы видите очень много цифр, да? На сегодняшний день в Китае осталось 528 больных тяжелой формы. Так? Все остальные выздоровели. Сегодня, за эти сутки, за прошлые сутки, а я данные привожу вам на 4 утра сегодня, 48 завозных случаев и ноль местных. Завозные случаи идут из Бельгии, Сингапура, Соединенных Штатов Америки. То есть возвращаются этнические китайцы, по разным причинам находившиеся за пределами этой республики. Но это уже не китайские. Сегодня Китай, я вам сейчас скажу крамольную вещь, самая безопасная страна с точки зрения коронавируса. Самая безопасная. Хотя все началось там. И это благодаря тому, что, в общем-то, были приняты беспрецедентные меры по разобщению, по подавлению этой природно-очаговой вспышки. И она сегодня у нас разрастается во всем остальном мире. Дальше мы пройдем к цифрам, которые в Италии, в Соединенных Штатах. Они уже давно, как говорится, переплюнули Китай по количеству заболевших, хотя там население живет гораздо меньше. Пошли дальше. Смотрите. Вот примерно как выглядит все это Китай и мир. Как выглядит Китай и мир. Состояние на 8 утра 31 из доступных источников. Сегодня в мире, а доступные источники – это официальные данные Министерства здравоохранения всех стран мира, у нас сегодня 784 654 заболевших, подтвержденных лабораторным путем. Прирост за сутки составил 62 612 на 8%. Сегодня 204 страны поражены, где ответился вирус. То есть все страны, планеты, но в основном это, конечно, 172 страны мира, вне Китая, где зарегистрированы вот эти случаи, подавляющие большинство. И вот перекрестье вот это вы видите, да? Это мир, а это Китай. Пошли дальше. Смотрите. Вот эта инфекция официально называется тяжелая, острая, респираторная инфекция. Торс, тори, тори, тори. Так? Сначала вспышка. Что произошло? По данным Китая, к сожалению, весь мир не публикует генетические паспорта этого заболевания. Это очень плохо, конечно. А всемирная организация здесь проявляет некую такую неспешность, в основном закатывает истерики и пугает мир, вместо того, чтобы заниматься своим делом. Если бы вот они или на себя взяли эту работу, или инициировали публиковать генбанки паспорта, так вот то, что опубликовали китайцы. 149 произошло мутаций за это время. Сегодня, вот считайте, с середины ноября, декабрь, январь, февраль, март практически закончился сегодня, да? Вот. И сформировалось два подтипа ковида 19-го. Первый – это подтип С, американский доллар. Его сейчас осталось 30. Но это тот первородный подтип, который перешел с перепончатокрылых и пресмыкающихся змей. Да, я не сказал, что природным резервуаром является не только летучая мышь, но и змеи, и енотовидные собаки, и домашние кошки. Это все природный резервуар. Где этот вирус живет, как правило, он им не доставляет никакой беды. Но вот он сегодня решил полакомиться нашей с вами популяцией. Так вот, смотрите, С подтип. Он сегодня уступает место. Л сегодня 70%. Это тот Л, который переходит только с человека на человека. И посмотрите, какие у него характеристики. Как показывает исследование, выделились два подтипа. Чаще встречается на ранних этапах этот подтип С был. Однако к началу января частота снизилась до этих вещей. И под влиянием человеческого вмешательства, тогда как агрессивность и скорость распространения увеличилась. То есть Л более агрессивен, то есть он более вирулентен и контагиозен. Хотя с контагиозностью гриппа его никак сравнить нельзя. Ну и сегодня появляются новые данные по этому гриппу. Он не только затрагивает легкие, но и он еще и находится в спинномозговой жидкости. Во всяком случае есть такие выделения. И с ним появляются уже церебральные проявления в виде вирусного энцефалита. Но это пока еще, как говорится... Так вот, данные на сегодня. 201 страна мира из 204. Так? 784 712. Прирост за сутки 60. Умерло 37 тысяч. Так? А за сутки умерло 3706 больных. Выписано 165 тысяч и так далее. Скажу следующее. Вот все страшатся этого коронавируса. Но он на самом деле при смертности с 4,8 процента, больше 90 процентов это легкое и средней тяжести заболевания. Легкое и средней тяжести заболевания. Вот это надо понимать. Для дальнейшего понимания, что же все-таки происходит. Значит, ну тут вот эти данные, они слишком подробные. Я думаю, на них не надо останавливаться, кто захочет. Я потом могу прокомментировать. Смотрите. Респираторная инфекция. Любая респираторная инфекция, конечно же, прежде всего бьет по детскому населению. Поскольку у него еще не сформировался иммунитет и иммунная система еще не, как говорится, не получила должной жизненной тренировки. И, как правило, это старшее поколение, у которого уже эта иммунная система произносилась. В данном случае дети практически не участвуют в эпидемическом процессе. Поначалу я думал, что это, потому что вовремя их разобщили на школьный каникул. Пока этот тезис, он не находит понимания. Надо искать что-то более глубинное и системное. Но это уже задача науки. Но главное, кого она поражает и где протекает тяжело, это люди старше 65-70 лет. И вот по данным на сегодня, я не помню, есть ли у меня этот слайд, болеют чаще всего 45-летние, поскольку это активная часть человеческой популяции. И не только в нашей стране, но и во всем мире, да? А умирает и тяжело болеет 82 года. Там уровень смертности превышает в отдельных случаях 10%. Хотя по странам, но это уже издержки. Вот вроде 201 страна. Но на самом деле, конечно, сегодня большую и самую главную проблему по интенсивности эпидемического процесса представляет, конечно же, несколько странок, на которых я остановлюсь. На первом месте у нас по количеству заболевших сегодня Соединенные Штаты, но интенсивность не у них приоритет, там есть еще другие. По интенсивности это количество заболевших на определенную когорту. Ну, медики считают на 100 тысяч населения. Только смотрите, у Соединенных Штатов сегодня, я не знаю, видит ли мой курси, вот я им вожу, 161 807 человек заболевших. Напоминаю, в полуторамиллиардном Китае их было 82 тысячи. И эпид-процесс остановлен. Китай сегодня самая безопасная страна. За сутки прирост 20 тысяч, и за сутки умерло 3 тысячи 8 заболевших. Это Соединенные Штаты Америки. Все 50 штатов поражены. И, конечно же, это вот такова ситуация на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Италия. И здесь интенсивность ниже, чем в Италии. Вот, к сожалению, я сейчас найду у Соединенных Штатов Америки интенсивность где-то 85 на 100 тысяч населения. А вот у итальянцев она превышает где-то 160 на 100 тысяч населения. Смотрите, Италия 101 тысяча, Китай полуторамиллиардный, 82 было заболевших тысяч. А в Италии там население, ну даже, ну две провинции Хубей, наверное. За сутки, значит, добавилось плюс 4050, так, из них с летальным исходом 11 тысяч за сутки, и прибавилось по сравнению с предыдущими сутками плюс 812, то есть процесс еще нарастает. Так? Вот. И, конечно же, Италия сегодня самая опасная с точки зрения распространения страна. Я скажу так, у нас с Китаем 2500 километров общей границы, и не счесть, сколько переходов пограничных, и какой интенсивности обмен идет и по людям, и по товарной группе. Но из Китая нам завезли только два случая, потому что были приняты современные меры. А вот Италия нам как бы в спину ударила, потому что все остальные случаи, первые, во всяком случае, которые были, они были завезены из Италии, в основном нашими гражданами. Там много живет наших граждан на постоянной основе, но имеет российское гражданство. И когда там начала развиваться эпидемическая ситуация в таком трагическом варианте, это показало и неготовность здравоохранения Италии бороться с коронавирусом, так? Приехали наши люди, которые постоянно живут в Италии, привезли нам этот вирус, но это наши граждане, я их не осуждаю. Это просто, ну как вам сказать, это факт нашей сегодня, такое вот взаимопроникновение культур, наций друг в друга и так далее. Вот. Пойдем дальше, я думаю, если кого-то заинтересует более подробности, Испания, это еще одна проблема у нас, она тоже начала очень интенсивно развиваться. Смотрите, 85195 у них сегодня, на сегодняшнее утро, на интенсивной терапии, то есть тяжелые, 5213, умерло 7341 человек, вот, среди людей старше 60 лет смертность 67%, так? А среди людей старше 70, 87%, то есть там запредельное, ну то есть из 100 людей, заболевших старше 60, 67 умирают. Это очень серьезно. Вот, конечно же, медперсонал заражен, там порядка, по-моему, 12 тысяч больных медиков, кстати, это отдельная проблема. И я сегодня специально по этому поводу, потому что в связи вот с нашими событиями у китайцев заболело, по-моему, 1500, и около 20 человек умерло. Сегодня во Франции 5 человек уже умерло, и среди медицинских работников, которые оказывали помощь. И вот здесь 12% от общего заражения, зараженных, это медперсонал. Если, смотрите, 85 тысяч заболело, вот 12%, то есть с каждой тысячи, не с каждой тысячи, а с каждой сотни, 12 – это медработники. Поэтому им надо, конечно, воздать должное, тут все есть. И недостаток средств защиты, и неопытность персонала, и встреча, то есть это вот то служение, та огромная жертвенность, которую проявляют медики всех стран в борьбе с этой инфекцией. Вы должны это понимать, оценивать, и вот я сегодня в нашей стране очень против шельмования медиков. Да, есть ошибки, да, есть это те же люди, а мы же что сегодня в прессе, какую вакханалию подняли. Вот она поехала, да она на свои деньги поехала отдыхать, неужели она не имеет права. И сегодня у нас в Москве медики сутками сидят в этих больницах, хотя у нас сегодня и не так уж интенсивно, слава Богу, развивается процесс. И сегодня мы узнали, что главный врач сороковой больницы заболел, и это не его вина. Понимаете? Поэтому давайте мы воздадим должное этим людям и поклонимся их мужеству и их не работе, а служению, которые они жертвенности этих людей, которые свое здоровье отдают для того, чтобы спасти жизнь. Иран. Здесь 41 тысяча, это очень закрытая страна, 2757 летальных, так? Здесь Иран пошел даже на беспрецедентные меры, кстати, и Соединенные Штаты на это пошли, они где-то 54 тысячи заключенных выпустили под залог. Потому что боялись, что в Иране, если занесут туда инфекцию, то пострадают даже вот на это идут страны сегодня, для того, чтобы, ну будем говорить, минимизировать ситуацию. Франция, 45 тысяч заболевших, 170 человек, 45 тысяч 170, вот, новые случаи за сутки 4650, интенсивность высокая, 3030 умерло, вот. Вот здесь есть показатель, видите, показатель заболевает 67 и 7 на 100 тысяч. Это вот тот интенсивный, который позволяет сравнивать страну со страной. Вот. Германия тоже одна из пораженных стран, 57 тысяч 448. Здесь тоже высокая достаточно пораженность населения, но она уступает Италии и Испании на сегодняшний день. Здесь, вот, тяжелое острореспираторное вызвано коронавирусом по состоянию на 13-е третье, но это тут, давайте, нет, это неправильная статистика, не 13-е, это третье, это на сегодняшний день, цифры там мировые, это просто не поправили меня, я просмотрел сам. Вот, пожалуйста, смотрите, в случае МИР, Соединенные Штаты по количеству заболевших, да, но не по интенсивности. Ну и так далее. Вот эта выстроенная линейка. Китай сегодня стоит у нас на пятом месте. Но это по той заболеваемости у них уже выздоровело, смотрите, 76 тысяч. У них осталось всего там 5 тысяч, которые еще не выписались из больницы. Вот. В то время, когда даже в Соединенных Штатах 165 тысяч уже выздоровело, но это в основном молодое поколение, оно... Поэтому, но, тем не менее, интенсивность эпидемического процесса в Соединенных Штатах остается высокая. Тяжелая, значит, наша страна, наша страна на сегодняшний день, на сегодняшний день имеет, в общем-то, ну не очень большую распространенность. И это прежде всего, прежде всего, благодаря тому, что мы сохранили принципы профилактики. Мы с первых моментов начали отслеживать всех, кто въезжал в нашу страну. И помните, когда мы вывезли из Уханя небольшую группу наших граждан и поместили их в Тюмени в одном из санаториев. Сейчас мы всех, кто прилетает, все, кто прилетает, мы обследуем и, так сказать, на самоизоляцию ставим, рассчитывая на их сознательность. То есть они находятся дома и большая часть, слава Богу, соблюдает режим самоизоляции. То занимается бизнесом, он как бы на удаленном доступе работает со своими компаниями. Если это люди, которые были такие среди наших депутатов, которые продолжали общаться, давать и участвовать в законотворчестве, но находясь на удаленном доступе. Это очень правильная мера. Она более экономна для государства. Потому что сегодня наша страна несет огромные финансовые потери, потому что любой, ну вот то, что сегодня 12-миллионная Москва не работает. Работают только государственные органы и органы больницы, транспорт, то есть жизнеобеспечение, торговля. Все остальное стоит, бизнес весь стоит. Это, конечно, очень большие потери для нашей экономики. Но на это нужно идти. Значит, смотрите, у нас, ну вот это тут данные по обсерватору, за последние сутки подтверждено еще 302 случая в 35 регионах. У нас сегодня примерно 75 регионов охвачено этой инфекцией. А на сегодняшний день в России 6131 заболевших с признаками острой респираторной. Подавляющее большинство – это легкие и средние тяжести, как я уже говорил. И те, которые находятся, ну будем говорить, на управляемом дыхании. Вот тут, понимаете, разброс проявлением. Человек может и не подозревать, что он болеет стертой формой, да? И может быть на экстракорпоральной оксигенации. Экстракорпоральная оксигенация – это когда у человека легкие перестают работать и через венозную кровь его забирают, обогащают кислородом и снова вводят его кровь. То есть он по существу находится на искусственных легких. Этот человек – экстракорпоральная оксигенация. Оксигенация – это насыщение кислорода, вернее, крови кислородом. Даже такой метод лечения применяется. Но большинство все-таки тяжелых – это управляемое дыхание, это снятие запредельного респираторного синдрома, который блокирует легкие и обогащение кислорода, но с участием легких человека. Это все равно очень трудная, очень тяжелая медицинская манипуляция. Для этого требуются ИВЛы, о которых сегодня мы постоянно говорим. Вот ситуация с коронавирусом на 31-е. Вы смертей, выздоровлений, количество заболевших. В Москве у нас уже 1226 случаев, в Московской области – 119. Ну, это понятно, почему. Санкт-Петербург. Вы понимаете, что Москва и Санкт-Петербург – это самые уязвимые регионы, потому что к нам сюда прилетает множество самолетов, сюда слетается со всего мира граждан, и поэтому Москва не потому, что она плохо работает, а потому, что она всегда принимает первый удар. Ну, и какие меры, усиление мер защиты. Вот это вот сегодня у нас, вот я не знаю, кто-нибудь вас видел, шла передача у господина Малахова, я там предложил, не сидим дома, а живем дома. Наверное, так будет более точная формулировка, потому что сидят только в тюрьме и в СИЗО, а в доме живут. И вот этот коронавирус нам сегодня дает редкую возможность для большинства активной части нашего населения пожить дома, потому что большинство живет на работе. Такова сегодня реальность нашей жизни. Вот, это, конечно, меры по раннему выявлению, и пока среди заболевших у нас большинство заболевших – это те, кто приехали. И вот нам сейчас самое главное – от этих заболевших, те, которых мы выявили, и те, которых мы еще не выявили, не допустить передачу, чтобы она не заработала внутри уже нашей популяции, и мы не стали друг друга заражать уже. Вот это, для этого приняты вот эти меры, когда нужно быть дома, нужно прервать этот эпидемический процесс, прервать, и тогда мы сможем остановить эту инфекцию. И я вам с убежденностью со всей говорю, что вот сегодня ситуация такова, что на 90% все зависит от нас. государство сделало все. Оно платит зарплату. Оно говорит, и уговаривает нас, не ходите на работу, будьте дома. Понимаете? Что произойдет? Вот все, кто приехал, еще не проявился как больной, они за эту неделю точно проявятся, но они не смогут друг друга заразить. В крайнем случае пострадает только, может быть, их семья. Но это легко купируется. А когда они будут ходить на работу, если бы мы вот эту неделю, но сегодня мы видим, и вчера это было очевидно, когда в воскресенье, когда эти шашлыки были, когда там все говорили, ну ладно, сегодня напоследок порезвимся, так вот, нельзя этого делать. Мы должны быть ответственны перед своим государством. У нас сегодня остановлена экономика огромного города, Москвы, и ряда других городов. Только ради того, чтобы прервать эпидемический процесс. Есть и другой путь. Например, Соединенные Штаты, они примерно по этому пути идут. Англичане пошли по тому пути. Когда они говорят, давайте проэпидемичим население. Что значит проэпидемичим? Если более 90% заболевания протекают в легкой и средней тяжести формах, чем быстрее люди переболеют, тем быстрее появится так называемый популяционный иммунитет. И эпид-процесс сам по себе остановится. Такую политику исповедовала Англия, но потом она получила окрик от Евросоюза. Они сказали, мы тогда закроем этот тоннель под Ла-Маншем, и вы будете сидеть в своей Англии. И английское правительство испугалось. Хотя в этом были определенные сельмяжные правила. Если, конечно, удалось бы эту популяцию пожилых людей, а у нас с вами в стране из 146 миллионов, 146-149 миллионов, которые живут в нашей стране, 46 миллионов, это люди старше 55-60 лет. То есть люди, говоря старым языком, пенсионного возраста. И вот как раз они являются самой большой группой риска. Понимаете? Поэтому здесь, конечно, мы с вами, особенно молодое поколение, которое знает, да ладно, ну и заболеет, бог с ним. Но вы, вы-то, вам это, ну, как говорится, обойдется малой кровью, а вот вашим дедушкам, бабушкам, соседям старшего возраста, да любым незнакомым людям, которые находятся в старшей группе, вы можете просто прервать даже их жизнь. Поэтому давайте мы пойдем по тому пути, который сегодня нам предписан, и это правильный путь, и попробуем остановить этот эпидемический, не попробуем, а остановим. Ну, это планы действия, которых я не буду останавливаться, учитывая, что я уже и так много наговорил, и практически съел все наше время, которое нам выделили. Я говорю уже почти, почти 40 минут. Коллеги, у вас есть вопросы ко мне? Да, можете писать в чат. Единственная просьба писать, откуда вы, какой субъект, какой регион, мы вас видим, как зовут, и, пожалуйста, можете писать, какие вопросы у вас есть к сегодняшнему нашему гостю. Также есть наша трансляция ВКонтакте и в Инстаграм, может, те, кто нас слышит, видит, задавай также свои вопросы, будем наблюдать, самое главное, будем от вас ждать интересные какие-либо предложения, либо вопросы. Начинают вот уже постепенно писать, я возьму мышь, чтобы контролировать процесс. так, я что-то ничего не вижу, написал. Волоград на связи, у Рюпинска здесь также пишут. Если есть какие-то более предметные вопросы, пожалуйста, давайте будем сдавать. Сейчас также еще глянем ВКонтакте, как у нас обстоят дела. Так, вот, Москва. Сколько, по вашему мнению, из источников распространения животных могут ли заразиться наши кошки и собаки сейчас? Значит, наши животные московские, они все не представляют опасности, потому что я сказал, природный очаг, где этот вирус ушел на человеческую популяцию, он четко очерчен, это китайская провинция, но в случае заражения от человека домашних животных уже были. В нашей стране их нет, но в европейских странах такие случаи фиксируются уже. А раз будут болеть животные этим, или носительство будет у них, потому что я говорю о подтипе L, тот, который S был, он и животных, и у людей. Вот это пока научных данных нет, но беречь животных тоже надо. Понимаете? Поэтому вы тоже давайте так договоримся. Воспринимайте их как члена семьи. Если кто-то в семье заболел, значит вероятность, что ваша домашняя кошка или собачонка, которая у вас есть, любимая, она тоже под угрозой. любите ваших кошек, собак, не обижайте их, потому что на самом деле это очень Ну раз у человека живет дома кошка и собака, значит, я точно люблю. Поэтому либо как в Китае можете сделать маску для кота, тоже очень актуально будет, кто переживает. У нас пока, к сожалению, на всех людей масок не хватает, но у кого есть такая возможность, не думая, что это будет ей приятно, она-то не очень понимает это, ну попробуйте, лучше, лучше сами не заболеваете. Хорошо, двигаемся далее, по нашему чат, вопрос у нас навалилось уже достаточно много, и так далее, Перим, скажи, пожалуйста, ориентировочно, когда будет восстановлено все учеба, работа? Так, вот хороший вопрос, главный вопрос, как я уже сказал, все зависит от нас, вот выдержим мы вот этот жесткий режим жить дома, не перезаражать друг друга, если мы его хотя бы на 90% выдержим, то я уверен, что эпид процесс прервется, а если он прервется, то последний больной, которого мы выпишем из больницы, плюс 14 дней мы снимем карантин с нашей страны, вот вам четкая дата, так что каждый из нас и все мы вместе сегодня определяем тот срок, когда наконец-то все восстановится. В таком случае ожидаем, потому что к сожалению нет, ну это нет, я вот не шутка и не гротеск какой-то, а это именно так, многое, а я бы сказал, все зависит от нас. можно вопрос из студии? По поводу масок. Чего? Вот смотрите, есть два вида маски, не знаю, будет ли это, возьми ты. Вот какая из них будет действительно защищать, или неважно, главное, чтобы просто была маска, потому что сейчас очень много рекламных агентств, предприятия, шьют, продают, уже это стала коммерческой историей, продают вот такие маски, они многоразовые, говорят, носите их два дня, потом стирайте и так далее. Вот по поводу масок, что вы можете сказать? Ну вот эту не постираешь, это одноразовая маска. Ну это да, это одноразовая. И она недолго, да, кстати, ношение масок, смотрите, что я бы сказал, еще я одну вещь потом вам скажу, если мне этот вопрос не зададут, я все равно на нее отвечу. Ну, сегодня, вот говорят, защищает, не защищает, сегодня, вот если у кого-то, кто-то, ну, условно говоря, вернулся с неблагополучной страны, находится на самоизоляции, и вдруг началась температура, ну, дома, как правило, есть близкие, дети, старшие, супруги, вот сразу наденьте маску, потому что, поскольку идет передача воздушно-капельным путем, то есть мелкие капельки слюны, которые при разговоре выделяются, при чихании, при кашле, а тут, а это заболевание начинается с сухого кашля, как правило, вот, они-то как раз являются главными, вот маска выполнит эту роль. очень правильно будет, если вы будете носить эти маски, вот сегодня часть москвичей все равно едут на работу, в больницу, торговое предприятие, в пекарню, где выпекают хлеб, для того, чтобы мы имели возможность, то есть те учреждения жизнеобеспечения так называемые, давайте научимся носить маски. Вот я порадовался вчера, сегодня вернее, когда я вошел в зал заседания Думы, а Думы работает, я увидел человек 30 в масках, понимаете, я лет 20 мечтал, когда в нашей стране начнут носить маски, один раз даже мы с Комсомольской правдой сделали такой проверочный тест, молодые сотрудники Комсомольской правды надели маски во время подъема заболевания секреты, лет 10 назад было, таких милиции останавливали, говорят, вы что, умнее всех, что ли? Понимаете, да вот такая, вот такая у нас ментальность, кто так выкрутил возле виска, кто-то там насмехался над ними, но они были к этому готовы, понимаете, и вот сегодня, когда мы начинаем носить маски, это нам надо будет каждый год, потому что каждый год есть заболеваемость гриппа, а грипп, кстати, вот сегодня американцы отчитались за сезон гриппа, у них 34 миллиона заболело и 20 тысяч умерло от гриппа, но мы по этому поводу такой вот тревоги не высказываем, и вот я уж обещал, я вам следующее скажу, войны 21 века будут гибридными войнами, гибридные это значит, когда смешанные, так вот мы сегодня с вами имеем четкую, четкую, гибридную информационно-эпидемиологическую террористическую атаку, мы с вами пережили сезон гриппа, а за каждый сезон на планете умирает примерно 700 тысяч человек, и как-то это все прошло мимо нас, понимаете, а вот когда нам начали с декабря нагнетать коронавирус, 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 сегодня любой случай мы воспринимаем как панику, гибридные войны это реальность, это не журналистский термин, это официальный термин, и терроризм информационный он сегодня ущерб наносит, смотрите, экономика Китая остановлена, она сейчас быстро поднимется, на дешевой нефти, на дешевом газе, который резко обломил все цены, Китай поднимет, вернет свое, а вот как будем мы выползать из этой ситуации, другая Европа, это надо понимать, так вот, гибридность в этом и состоит, я очень много ругался со средствами массовой информации, и сегодня это все продолжается, что мы говорим нашему населению, вы знаете, в Китае число заболевших превысило цифру 80 тысяч, ну и что такое 80 тысяч на полутора миллиардную популяцию людей, да ничего, понимаете, в Китае сотни миллионов за это время переболело гриппом, обычным гриппом, но это мы пропустили мимо ушей, и экономику не останавливали, а здесь мы ее остановили, поэтому давайте будем реалистами, да, об этом надо говорить, да, это серьезно, серьезно, потому что пришла новая инфекция, с которой мы мало знакомы, я же помните, он говорил, я не понимаю, почему дети не болеют, это надо еще разобраться, но пока коронавирус, если оценивать его с точки зрения агрессивности по отношению к человеку, ну так он слабочок, за четыре месяца всего семьсот, ну пусть будет восемьсот тысяч заболевших на всю планету, а на планете живет семь миллиардов человек, да, надо с ней бороться, да, нельзя до такого безобразия доводить, как в Италии, когда дождались, что взорвалась вся страна, не нужно доводить, но нужно, нужно, не нужно пугать людей, потому что в данном случае в этой террористической, информационной, эпидемиологической атаке используется генетическая боязнь человека инфекции. Я вот уже надоело это суфитская притча, суфиты это одна из течений мусульманства, вот у нас, по-моему, в Дагестане суфитов много, такая ветва, веточка мусульманства. Есть такая притча, идет паломник в Мекку и встречает на пути, из Багдада идет в Мекку, встречает чуму, чума, спрашивает, чума, ты куда идешь? Я говорю, ты идешь в Багдад, чтобы убить, чума, убить, пять тысяч человек. Потом они возвращаются, тут уже Смеки возвращается, она из Багдада возвращается через некоторое время, она говорит, что ж ты мне наврала, ты же сказала, что убьешь пять тысяч, а ты убила пятьдесят тысяч. Она говорит, нет, я убила пять тысяч, а остальные умерли от страха, понимаете? это действительно так. Когда в 2001 году, 11 сентября, упали два символа величия американской экономики, два здания близнеца торгового центра, я в этом центре бывал до этого много раз, вот там вестибюле пальмы живые росли, метров по сорок, по тридцать высотой. и наверху там был, там смотровая площадка была, так, поднимались на лифтах. На соседних улицах гуляли люди, а погибло в этих башнях более пяти тысяч человек. Но когда 18 сентября, ровно через неделю, была произведена террористическая атака с сибирской язвой, которая рассылалась в конвертах, Америка оцепенела, она на неделю закрыла свое небо. Ни один самолет не взлетел, не вылетел за пределы Соединенных Штатах и не прилетел туда. Вот такая была паника. И не только у американцев, во всем мира была. А когда башни смотрели на протяжении двух суток, как они падают, это было такое шоу, это была трагедия на глазах у всего мира. Беспрерывно шла трансляция, но все как-то это воспринимали, ну подумаешь, нас не касается, ну и посмотрим. Понимаете? Поэтому вот это надо тоже понимать, ребята. Давайте двигаться далее. У нас есть здесь небольшой звонок в студию, я бы это назвал, у нас наш выпускник нашего последнего сезона позвонил по видеосвязи. Саш, пожалуйста, ты в эфире буквально коротко свой вопрос и представься, не забудь сказать, кто ты, что. привет, Богдан, Геннадий Григорьевич, добрый день. Добрый день. Меня зовут Молчанов Александр, я из Москвы, студент РГКУ, и также я являюсь волонтером объединенного волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавирус инфекции в Москве. Спасибо вам же. Спасибо за то, что вы помогаете. Через такие онлайн-форматы общайтесь с молодежью это сейчас очень актуально и востребовано. Геннадий Григорьевич, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько вообще важна волонтерская помощь в период пандемии коронавируса в Москве? И как государству возможно стимулировать тех ребят, которые вызвались помочь? Большое спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, волонтерство это моя потребность. Я не зарабатываю деньги, я просто хочу помочь. И вам за это низкий поклон и спасибо. И чем больше вас таких ребят будет, тем будет больше пользы по сохранению жизни старшего поколения, именно жизни, именно их жизни, потому что все остальные, слава Богу, потеряют здоровье, если заболеют и не будут выполнять те требования, которые мы просим, но все равно жить они будут. Конечно, прежде всего мы должны вас защитить. и вот у меня в округе северо-западном и даже мои избиратели старшего поколения говорят, вот приходят к нам молодые ребята, приносят нам спасибо им, но они же приходят без масок, значит, и они рискуют, то есть вы, и рискуют те люди, к которым вы приходите, потому что молодой человек может и не ощущать, что он болен, вот, а вот для них это по существу, ну, как вам сказать, это может быть, высокая вероятность, что это может обернуться трагедией, поэтому здесь государство должно абсолютно четко обеспечить всю необходимую, а как оказалось, у нас даже масок нет в стране, вы видите, сейчас вот нарастили, 2 миллиона уже шьют, а так не шили, потому что бизнес, бизнесу невыгодно, и бизнес я понимаю, раз не покупают, что он будет шить, в советское время делались запасы, государство создавало, ну, тогда маски не вот такие были там, они марлевые были, их можно было стирать, гладить и так далее, но неважно, не в этом дело, то есть в данном случае, вот здесь, конечно, государство должно сделать выводы большие и неснижаемые запасы СИЗов, средств индивидуальной защиты должны быть, что касается вас, ну, нужно создать, конечно, какие-то не просто, так сказать, чтобы вы получали и какую-то материальную помощь этим организациям надо создавать вашим волонтерским, хотя я знаю, что это делается и какую-то правовую защиту обеспечивать вам, это тоже надо делать, но надо вот сейчас, чтобы мы извлекли в том числе и эти уроки из вот этой ситуации, которая сегодня у нас сложилась в стране. И я думаю, что, ну, не знаю, поощрять, конечно, надо, хотя, в общем-то, наверное, наверное, главное вот не перейти ту тонкую грань, не покупать у вас это волонтерство, да, а чтобы вам помогать вашему понятному человеческому желанию помочь, понимаете, чтобы это не превратилось в куплю-продажу, а просто помощь со стороны государства в вашем стремлении быть полезным тем, кто не может сам себя защитить. Это не только здесь, в этом виде волонтерства, когда вы помогаете и рискуете в том числе, но и в других видах волонтерства, у нас же много вариаций, экологические волонтеры есть, и другой, поэтому здесь вот бы я вот такую как бы стратегию выстроил, понимаете, можно, конечно, объявить там, давайте мы вам заплатим по тысяче рублей, пройдите, уберите там сквер, да, но это уже не волонтерство, это уже такое, знаете, будет цинизм, цинизм будет, хотя можно выдать хорошую картинку, вот, поэтому давайте вместе искать этот путь, но то, что вы идете по этому пути, это хорошо, спасибо вам за это. Спасибо большое, Геннадий Григорьевич, спасибо. Спасибо большое, Саш, спасибо. Двигаемся далее, тайминг на самом деле много уже подходит к концу, у нас очень много еще вопросов, поэтому давайте возможно самые самые интересные из тех, которые здесь есть, выберем, допустим, Олесья Пакуленко из Мособласти спрашивает по поводу Ханта вируса. Московская область Китая был, что на этот счет скажет спикер, это я что ли? Да. Ну уж, такое ругательство свой адрес редко услышишь, я спикер оказался? И сегодня гость, но спикер снова. Значит, кто это у нас? Олесья Олесья Пакуленко Ханта вирус, мы эту инфекцию знаем, она тоже природно очаговая, она у нас тоже в стране фиксируется, она тоже переходит от животных к человеку, так что здесь нет вот той ну как бы неопределенности, неопределенности, что это новая инфекция, она хотя сравнительно новая для мы ее где-то уже лет сейчас не скажу, ну во всяком случае на моей профессиональной жизни мы ее описали, поэтому тут есть и смертность, тут тяжелые бывают случаи, но она понятна, так что это ни одного явления порядка, хотя попыталась прессу ее выдать, ага, вот теперь уже китайцы начали Ханта вируса умирать, все Хана, нет, это не то, дальше пошли, хорошо, поехали далее, вот подписчики спрашивают, что они не услышали ответ по поводу качества второй маски много раз коллеги, ну хорошая маска, ну что я могу сказать, я по-моему главное сказал, даже вот с этой маской, она самая простенькая, давайте научимся ходить, давайте не будем воспринимать это как часть нашей культуры, понимаете, вот руки мы моем, хоть и не так, с той частотой, которая нужна, это уже часть, а в отношении масок в период подъема, ну это, это, конечно, гораздо лучше, маска, и она эффективнее, понимаете, а еще если вот те, которые с фильтрами сделаны, давайте научимся носить эти маски, а даже вот такой, это, и вот тогда уже будем говорить, что лучше, пока, это разговор пока больше теоретический, потому что в Москве я не вижу людей, в том, хотя бы достаточно, вот я, дома находится рядом с Красной площадью, еще в конце прошлого года, когда только это все начиналось, был на Красной площади, проходил, из Кремля шел, вот идет группа китайцев, все в масках уже были, китайцы, на нашей Красной площади, идет наша группа российская, ни у одного нет, ну тогда еще даже мы не о коронавирусе говорили, тогда был просто грим, вот и все, китайцы научились носить маски, японцы ходят в масках, и не заморачиваются, и никто их не уговаривает, так, двигаемся далее, у нас буквально шквал, поэтому давайте самое интересное из тех, что есть, буквально коротко, и так, Александр Устинов, город Москва, вопрос по поводу школьников, что будет на приносу ЕГЭ? Перенос ЕГЭ уже, по-моему, объявлен, на июль, да, начало июня, объявлен, но это не катастрофично, ребят, не волнуйтесь, не катастрофично, будет сдвинуто при необходимости, приемные комиссии, экзамен-то вы в большинстве вузов не сдаете, очень редкие, которые экзамены сдают, а так, просто надо будет сдать документы, и там уже будут определяться, кто поступил, кто нет, поэтому давайте не будем паниковать, все у нас выстроится, я уверен. Двигаемся далее, вопрос из Санкт-Петербурга, по поводу того, появятся ли маски и перчатки. Ну вот сейчас наша промышленность сполошилась, я уже сказал, что теперь начали шить 2 миллиона в сутки, в сутки масок, это вот этих простеньких, не вот тех сложных, а вот этих, но тут еще какая проблема, ведь материал, который она шьется, он китайский, понимаете? китайский, а шить маски из марли, которые были вот в мое время, которые можно было постирать, через 2 часа прогладить утюгом, она четырехслойная была, тоже, это же хлопок, а хлопок у нас в Узбекистане, поэтому в этом сезоне с масками мы будем испытывать трудности, но следующему сезону гриппа, который вот уже не за горами, уже не за горами, уже в сентябре мы начнем прививаться, поэтому к тому времени я думаю и вы, и мы начнем ходить, культуру свою повысим, и масок у нас будет больше. Ну, это самое главное, буквально последние 1-2-2 вопроса и все, вот актуально атакуются всех площадок по поводу студентов медицинских вузов, то есть правда ли спрашивают, что хотят мобилизовать студентов медицинских вузов и привлечь их для помощи в больницах? Ну, это всегда у нас было, вот я многие холерные эпидемии прошел в 94-м году, когда у нас за всю седьмую пандемию в советское время переболело примерно 1500 холеры, мы тогда закрывали города Астрахань, Одессу, Каракалпаки в Узбекистане, мы тогда уже привлекали студентов старших курсов, у нас в то время было так, я закончил третий курс медицинского вуза, я уже мог пойти работать на скорую помощь фельдшерам, просто принести справку, что я закончил три курса, сейчас это другое законодательство, сейчас даже студент шестого курса не имеет права заниматься медицинской деятельностью, не имеет права, ужесточилось законодательство, поэтому мы использовали, как правило, студентов старших курсов для подворных обходов, когда ходили, выявляли температуру, в том числе и при гриппе, кстати, это было, и при других вспышках кишечных заболеваний, в данном случае, конечно, тут надо это сделать, такой разговор идет, но при одном условии, понимать, что это все-таки еще не медицинский работник, в юридическом понимании этого слова, и самое главное, чтобы он был защищен, средства индивидуальной защиты, а это в данном случае речь идет о достаточно серьезных средствах малоиндивидуальной защиты, чтобы они, работая в очаге, были защищены, что сегодня является тоже проблемой. Что там у тебя? Вопрос последний, буквально от подписчика, уже несколько раз написал, хочет узнать, должен ли повлиять карантин на весенний призыв в армию? Ну, в таких случаях, я помню, девятый год, вспоминаю, в девятом году у нас был свиной гриб, я помню, прилетел в Читу, Забайкалье, там паника была очень серьезная, тогда он поражал беременных женщин, всех остальных он легко протекал, относительно легко, а беременные женщины, мы их даже не успевали довезти из дома до родзала, у них фульминатное развитие было, она могла погибнуть или там ребенок, и там была дикая паника, пришлось их всех собрать в одном месте, закрыть больницу и наблюдать за ними, но дело не в этом, и тогда как раз шел призыв, что мы делали, мы выпускников собирали в изоляторы, то есть полностью их изолировали, выдерживали, ну вот примерно так, как вот сейчас в тех случаях, когда возвращаются из неблагополучной страны, да, но только не в самоизоляцию, а ведь любой призывник, вы знаете, проходит карантин, его, когда с призывного пункта забирают на месяц, так было в советскую армию, когда забирали, он месяц там живет на карантине, вот, я думаю, такой будет, ну и в зависимости еще, у нас же очень разная ситуация в стране, ребят, я же вам показывал, Москва, Петербург и так далее, а где-то там вообще еще нет, а где-то он вообще один был на всю область, да, а если посмотреть на наши области, особенно в Сибирь, да, там между районными центрами сотни километров, районными центрами, поэтому будем из конкретной обстановки исходить, но в принципе, в принципе, здесь должна быть гибкая схема, спасибо, 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 ребята, всего вам доброго, спасибо вам, что вы меня выдержали, я вам очень, у вас очень прошу, поймите, сегодня именно та ситуация, когда мы проверяем сами себя на нашу зрелость, на нашу ответственность, не только перед собой, не только перед своей семьей, но и перед государством, любом. Поэтому давайте мы выполним те, в общем-то, необременительные вещи, которые от нас сегодня просят, при этом ни в чем нас не ограничивают с точки зрения увольнения, невыплаты заработной платы и так далее. Сегодня в наших руках судьба экономики, судьба здоровья наших близких, а может быть, даже жизни некоторых из них. Давайте без паники, ответственно, ответственно перед собой и перед страной выполним все эти предписания. Всем здоровья, успехов и Божьей помощи в вашей жизни. Всего доброго. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Всем еще раз благодарим и чуть позже выложим запись. Спасибо.